Ну, то есть, сила духа чем определяется? Это культурный какой-то потенциал или что это? Что такое сила духа? Сейчас я могу рассказать вообще, что такое дух. В Библии сказано, что человек состоит из трех ипостасий – тело, душа и дух. Тело понятно, это то, что больно, например, то, что мы трогаем или то, что приятно и так далее, чем мы двигаемся. Душа – это наша сущность, это тот я Миша Грудев, кто я есть, это мои эмоции, в чем я возмущаюсь или что-то. А вот дух. Животное состоит из двух ипостасий – из тела и души. Животное не умеет считать до десяти, например, или там до скольких-то. Она не может прибавить и отнять. Она не понимает, что такое… Она может чувствовать душой музыку, но не может ее сочинить. Она не может писать, читать животное ни одно. Она не может ни одной животной разговаривать, она может повторять звуки человека, например, как попугай, но она не понимает смысла, в чем она говорит. И самое главное – животное не может творить, оно ничего не может. Оно может только чувствовать то, что сотворено душой своей, своими эмоциями. Так вот, дух – это рассудок, это то, что мы можем рассуждать. Например, мы можем считать, делить и умножать, понимать логический ход. И вот если я так, то я так. Поэтому животные не могут быть обманщиками. Страхное мышление, да? Животные не могут быть обманщиками, животные не могут быть предателями, потому что они не могут рассуждать, вот если он мне так поступит, а я его обману и сделаю вот так. Это может быть только человек за счет духа. Сейчас дальше расскажу. Так вот, дух, когда человек теряет дух, человек теряет вот такой рассудок. У него остаются две ипостаси – тело и душа. Такое животное называется – животное. Например, порождение ехидны, как говорил Иисус Христос. Или, например, ты свинья, потому что ты совесть потерял свою. Совесть – это совместная весть, совместные знания, тоже дух. Когда человек ворует у своих, его зовут крыса, понимаешь? Когда человек злой, его говорят – злой, как собака. То есть его отождествляют животным. Этот человек становится животным. А когда человек одухотворен, его говорят – человек – это царь природы. Потому что он одухотворен. Потому что Серафима Саровского, он настолько любовью своей был силен, что у него медведь был, как слуга. Он его слушался и понимал. Любое оживательное чувство – это сила духа. Обязательно, обязательно. Одна монахиня сказала, что цели направлены на добра – никто не устоит. А вот смотри, если ты идешь, а собака агрессивная, бешеная, натренированная на тебя. Ты можешь ее просто силой духа без применения каких-то там? Я видел своими глазами, правда, в интернете, но у меня просто есть друг один. Его зовут Александр Бескараваев. Он психолог. Значит, что я видел? Собака огромная, вот такая, рвется с цепи. Прямо так лает у нее с брызгами из пасти. Он на камеру говорит, вот смотрите, что сейчас будет. Он к ней подходит, смотрит на нее вот так вот. Она уши поджимает, хвост поджимает и идет в будку. Хотя до этого она просто рвалась на него. Конечно, сила духа едет. Сила духа в первую очередь в вере. В вере в свои возможности, в свои силы. Так я про силу духа не договорил. Каждая сила имеет вектор. Например, сила трения имеет вектор противоположности, да, в движении. Сила притяжения есть ровно вниз к земле, к центру земли, да. Итак, сила ускорения, определенный вектор. Сила духа тоже имеет вектор. К совершенству, к Богу. Ни одно животное не знает о Боге, поэтому у нее нет духа. Скажу следующее. Ни одно животное не умеет разговаривать. Почему? Потому что у нее нет такого органа мысли, чтобы на звук наложить смысл. Наложить какую-то мысль. И через этот звук передать этот смысл. То есть это называется слово. Так вот, когда одно слово помогает другому сопоставлять, то есть существительным, прилагательным и так далее, получается предложение. Тем более оно не может говорить предложение. Даже она словами не может выговорить. То, что наложить. Потому что у нее нет духа. За счет того, что у нее нет духа, она не может разговаривать. Хотя, даже собака, по идее, она может с помощью своего языка выговорить какие-то определенные слова. Слушай, ну а вот, допустим, даже примитивные насекомые, даже пчелы, допустим, они общаются между собой как бы без слов, но при этом они передают друг другу информацию. Это научно доказанный факт. Так вот, в православии это объясняется очень просто. Потому что есть, существует промысел Божий. И они этот промысел Божий несут. Потому что есть случаи, когда пчелы собой, много-много пчел образуют крест. Даже такое есть. Есть случаи, когда пчелы на иконах, на иконах залепили икону полностью, но оставили лики Иисуса Христа Богородицы и оставляют лики. Они понимают, это и есть промысел Божий. Вот промысел Божий, например, какой? Лосось. Он уплывает протоками за 100 километров, разными протоками куда-то угодно. Там умирает, оставляет икру свою. И вот маленькие лососята, они плывут назад, ровно туда, где жили эти, их родители. Как они находят дорогу? Только через промысел Божий. Больше никак. И таких огромное множество, если просто взглядеться в этот мир, насколько это все продумано. Насколько это все продумано. Я сейчас про все расскажу с другой стороны, планетарного масштаба. Вот Земля. От нее находится какое-то расстояние Луна. Я не знаю точно, на какое расстояние. Но я знаю, что Луна меньше Земли в 6 раз. Огромное Солнце, которое находится тоже на огромном расстоянии. Так вот, никто не задумался, не задумался ты об этом. Вот когда идет лунное затмение, точнее, Луна затмевает собой Солнце, оно его затмевает миллиметр в миллиметр. Вот точно, диск накладывается на диск. Хотя их несопоставимы, их размеры. Их диаметры разные, но угловое расстояние под которым? Диаметры не просто разные, они несопоставимы разные. В миллионы раз они разные. Но все равно для Земли оно закрывает миллиметр в миллиметр. И если бы Луна была бы хотя бы вот столько, чуть-чуть ближе к Земле, то каждый раз наши материки смывала бы волной, притягивала бы воду и уходила бы вода. Если бы Луна, то есть Земля была бы чуть-чуть дальше от Солнца, каждый раз все бы вымирало от холода, или наоборот, если бы было ближе, все бы сгорало. Настолько все это рассчитано. Это рассчитано только лишь потому, что это промысел. И все, что происходит на Земле, тоже промысел.